Северный колорит Около 40 лет Валерий Григорьевич участвовал в открытии освоения нефтяных и газовых месторождений. Сегодня он вернулся в свое родовое селение. В путешествии мы отправимся с Юлией Наковой. Лишь сердцем, привязанным к родным местам человек, после долгих странствий возвращается к истокам. Не раз в мыслях он возвращается к родной пристани, к тихой гавани отчего дома. Знает, что пристань родной земли живет в ожидании своего хозяина. Так повелось, что у ханты разных земель всегда есть своя пристань. Подобно птице, человек покидает гнездо, родную землю, и отправляется познавать мир. Так получилось и у нашего героя, заслуженного геолога России Валерия Авозилова. Около сорока лет он работал на многих месторождениях нашей необъятной России. А ныне вместе с супругой, известным ученым-этнографом, художником-графиком Надеждой Толегиной, они вернулись к родному очагу ханты рода Хонрут, что значит правителей, в дивное селение Унцелькурт у кромки леса. Это воды горной обе. Утро в ханты-деревне Унцелькурт у кромки леса. Хозяева этих мест – ханты Бозиловы, Назаровы, Хунзи, Сюртаховы – во все времена держали здесь оленей. Основатель деревни – ханты по фамилии Сюртис. Традиционно в школу детей ханты-кочевников забирают из горных оленеводческих стойбищ, рыбацких станок, крохотных селений. У пристани – мужчина ханты рода Хонрут, правитель Валерий Бозилов. Он как раз родился и вырос в оленеводческой семье – стойбище. Валерий поправляет пристань для лодок. Мы беседуем. Наш очередь дом находился по ту сторону ручья. Путь домой лежал через ручей. Делали мостик. Когда вода высыхала, строили пристань для лодок. Раньше пристань делали из жирней и застилали травой. Деревянных досок не было. В эти воды впадают горные реки Войкары и Танью. И еще много малых речек. Это горная сторона Аби. Здесь лесная сторона – хвойный лес. Это холом Лоркур. Древние ханты – название Сора. Рядом святой мыс, речка. Из нее вытекает ссор. А вы можете сюда сесть. В ханты языке до сих пор пользуются древними устойчивыми выражениями «восху», что в переводе означает «мужчина княжьего рода», и «хонродху», что означает «мужчина из рода правителей». Мне довелось не раз встречаться с такими мужчинами в моей журналистской судьбе. По незыблемым древним правилам предков у каждого ханты рода есть родовые земли. Отец рассказывал, у нас были зажиточные предки – оленеводы. Детей у них не было. Они воспитывали ханты мальчика, сироту, и подарили ему важенку, которая дала хороший препод. А после смерти пожилой пары все их поголовье оленей досталось нашему предку, которого звали Хон – правитель. Он женился на женщине из деревни Уэдкурт. У них родились сыновья – Хон Васька, Хон Ульку, Хон Ванька. Это его сыновья раскулачили? Да, чудом уцелел только Хон Ульку. Хон Васька не вернулся. Остались только его маленькие сыновья – Хон Мишка и Хон Микуль. Мой род Возиловы, издревлее оленеводы. Весенне-летнюю пору кочевали обычно в родовые места, что в европейской части Урала. Предземья по ледоставу возвращались с оленями стадами сюда, в таежную сторону, к деревне Йоханов и к деревне Унцелкурт. Особенность оленеводства рода Хон Руд в чем была? Весной здесь, перед кочевием, в предгорье, от основного стада отделяли слабых оленят, которые не могли двигаться со стадом. На шеи им одевали деревянные ошейники, чтобы не уходили далеко. В комаринное время для них строили олени дома, навесы для дымокура, ставили берестяные чумы. Залито оленята набирались сил, поправлялись. Взрослых оленей здесь не держали. Таким образом, поголовье выросло до 300 ручных оленей. Семья волк. Потом пришла волчья стая. Волки поняли, зачем им отправляться в такую даль, в предгорье, чтобы искать пропитание, когда рядом целое стадо оленей. В 91-м году волки полностью истребили стадо ручных оленей. И все это совпало с переменами и упадком в целом стране. А кто из ваших родственников воевал на фронте? Мужчин моего рода Хонрут до войны подвергли большим репрессиям. Из-за большого поколовья оленей, из-за житочного хозяйства предков раскулачили, забрали стадо, а мужчин арестовали. Страшное время было. Путь в геологию помог выбрать Джек Лондон. Его произведение про золотую лихорадку. Мечта воплотилась в реальность. А как творчество Джека Лондона о золотоискателях повлияло на формирование ваших интересов, на вашу профессию? Мне было лет 16. В библиотеке села Шурышкар брал книги и просто засчитывался рассказами Джека Лондона о золотоискателях. Хотелось в наших горах найти золото. В 9 и 10 классе я искал различную работу, завел сберкнижку, начал копить деньги, чтобы поступить в институт и выучиться на геолога. После школы поступил в Тюмени на геологический факультет. Отец-оленевод умолял меня не ехать, не хотел отпускать. С юношеским задором я прилетел в Тюмени. Здесь мне, бывшему оленеводу, рыбаку помогли освоиться одноклассницы. Тогда вовсю гремел БАМ, а у нас был дружный класс. Звали на стройки БАМа. Но я хотел быть только геологом. Даже сочинение в школе писал «Буду геологом». Хотел открывать месторождения. Первая практика была на Полярном Урале, в Карской экспедиции. Экспедиция по разведке рудных минералов. Искали бокситы, из них алюминий делают. Нас 20 человек. До Воркуты ехали на поезде, после добирались на вертолете. Отправили на реку Кара, в 50 километрах Карского моря. Ровная тундра и внизу горные каньоны. Жили в палатках. Руководитель наш был из института палеонтологии. Мы там подружились все и до сих пор семьями дружим. Изучали флору, фауду, окаменелости. По итогам экспедиции наш руководитель защитил докторскую диссертацию. Геологи в основном летом исследовали недра. У геолога в рюкзаке банка тушенки, банка сгущенки, маленький котелок. А на груди измерители радиации. В местах древних вулканов повыше радиация. В остальных пределах нормы. Мне посчастливилось изучать залежи кладовых в моем родном доме на Полярном Урале. Рад, что исследовал места наших хант и стойбищ, где родился, где кочевал с родителями, где вырос, где пасли наших оленей. На мой взгляд, одно из главных качеств геолога и журналиста – это мобильность. Потому что помимо базовых знаний требуется умение анализировать, мыслить на месте, выходить из состояния бытового комфорта, умение вживаться в предлагаемые обстоятельства и делать свое дело профессионально, с радостью и с удовольствием. Именно так и получилось в судьбе нашего героя – Валерия Возилова, который раскроет карты своих геологических открытий в следующей серии. Валерия Возилова 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 так много разных структур. И вот монтажка. Конечный пункт рабочего материала. Съемок. С этого кабинета в эфир уходит готовый продукт. Валерий Бутилов. Заслуженный геолог России. И открывал многие месторождения. И вот он рассказывает о своей судьбе. Он сын оленевода. Сам родился в горах Полярного Урала. И прошел вот такую красивую судьбу геолога. И вернулся к себе на малую родину, деревню Унцельгорд. Сейчас, скорее всего, мы в архив еще сходим. Быстренько посмотрим, где хранятся наши материалы. Там очень-очень много. Каждый день съемки. И каждый день мы отдаем девушкам в службе. И работают четыре девушки. Они прослеживают всю историю нашу. Архив – важное звено всей телевизионной кухни. Здесь ребята познакомились с главной хранительницей всех материалов медиахолдинга Натальей Захариной. Она рассказала, как начинала работать с огромными кассетами и на какие карты памяти операторы снимают сегодня. Сейчас пишется студия программы из ВТСО. И сразу у вас здесь показывает? Да. Оттуда? Да. Нет, не сразу. То есть ее сняли, нам принесли. Флешечку видите? Флешечку, да. А вы ее дальше когда-то переписали? Мы ее, да, сюда закидываем. И вот уже журналисты могут сразу смотреть, работать и начинать монтировать. Вот здесь где-то они уже в публику охраняются? Да. Ну, не здесь, оно в другом месте находится, но там, да. Мне вот с самого, где вот запись идет, зубозапись, мне вот вообще это интересно. Зубозапись? А есть еще вот маленькие, как Дина сейчас снимает. Из большой студии, если вы были вот в большой студии, туда запись идет прямо, вот прямо уже сюда. Программа называется Синджи, она прямо сюда идет. Видите? Получается. Это история вся. То есть специально в музее, по-моему, брали вот этот аппарат, который еще, эти пленки, и снимали. Самое интересное, видите, написано, что Сталин. Сталин. Почему Сталин? Что-то запись такая осталась. Вот это новостная студия. Пока проходите. Давай. Студенты школы межэтической журналистики были воодушевлены, что получили огромную информацию о мире телевидения. В студии новостей ребята попробовали себя в роли ведущих. И, как поделились позже, это было очень волнительно. из-за потепления не курсируют между Лабутнангой и Салихардом воздушные эти подушки, сивусы. На самом деле, это, когда ты стоишь за тем, как говорится, за той чертой, вроде бы такой, я сейчас это скажу, то скажу, как становишься, такой ступор, что это сказать. На курсы межэтической журналистики «Ямал-2021» записалось 12 человек. Каждый из них занимается своим любимым делом. Но в душе все они журналисты, готовые рассказывать о прекрасной ямальской земле, о своем народе, родном языке, культуре и традициях. А это говорит о том, что о суровом, но прекрасном Ямале будут знать во всем мире. Об итогах курсов мы расскажем на следующей неделе. Среди наших ямальцев немало именитых спортсменов, которые достигли определенных успехов и высот. Они – наша гордость и надежда. Немного о спорте и не только расскажет Наталья Вануйта. Дни расписаны на недели вперед. Тренировки, выезды и, главное, погода не помеха планам. Для кого-то спорт стал образом жизни, частью повседневной жизни. Люди спорта – очень выносливые телом и сильные духом. Впереди не только личный результат, но и честь страны. Сегодня каждый ищет свой путь и призвание. А есть и те, кто на всю жизнь выбрал путь сильных. Они не считают себя выдающимся, они просто живут, как и их пращуры сотни лет назад, кочуют вместе с семьей по просторам ямальской земли, занимаясь оленеводством. Соревнование из формата любительского стало профессиональным. У каждого тренера, у каждого из нас своя задача. Максим учит держать удар и защищаться от противника, а я – борьбе. Традиционные игры оленеводов включают в себя прыжки через нарты, тройной прыжок и метание тензиана. Но есть еще арктические зимние игры, в которых принимают участие и наши ямальцы. С арктических игр наши спортсмены привозят много призов. 15-16 лет здесь структером проработал. Сейчас третий год проработаю здесь. И также, получается, летом постоянно в лагерях хирург. Там-то детей еще больше здесь, здесь 20 человек, а там почти 200-100 человек. опыт набирается и используется. А вот эти национальные виды спорта, я сам же этим видом спорта занимался. Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Иначе как жили бы мы и кем стали. Соревнования в тундре – не открытие последних лет, а привычное времяпровождение. Парни, соревнуясь между собой, показывают свою удаль и силу девушкам стольбища. Бойны! Порядка 20 человек у нас тренируется. Это наши ребята от 15-14 лет и старше. Рабочая молодежь у нас также. Вот, тренируемся, как видите. Какие уже успехи есть и чем можете погордиться? Гордиться нам пока нечем. Мы пока тренируемся, пока опыта набираемся здесь в зале. Мы будем выставлять ребят, будем участвовать и там посмотрим, что у нас получится. Сегодня во многих ямальских школах работают секции по национальным видам спорта. Им это точно пригодится в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы завершаем программу. До новых встреч! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok